Дело не в форме одежды, конечно, а в том, что эта одежда выражает и что она одновременно диктует. Вот главное. Не буква, а дух. Не буква, а дух. Что она диктует одежды. Вот сейчас мы когда-то этим говорили, я говорил, очень важно каждому прочувствовать то, что Господь дает каждому талант свой. Что такое талант в человеке? Это ведь не просто то, что Бог дал. Если Бог дал, то это нужно осуществить, умножить. Это указание пути. Талант – это указание пути. Если такой талант, я не могу, я должен его осуществить. Я не имею права заразить землю по Евангелию. Я должен умножить его. Какие у меня таланты? Они так просто будут сказать сразу, насколько прокажут человека. А вот один талант четко может быть. Ты мужчина, ты женщина. Ты выбирал себе пол? Нет. Это родители выбирали, и они не выбирали. Ну, от чего зависит пол? По большому счету, все-таки не от нас. Значит, так или иначе, через что Господь являет, воля Божия ему проявилась. Значит, Господь не дал родиться мужчиной. Зачем? Ну, во-первых, чтобы я не был женщиной. Женщины без меня хватает. Вот мужчины в чем? В характере, в поведении, в жизни. Я думаю, в первую очередь, в ответственности. Вот почему в православной церкви нет женщин-священников. Я помню, когда я учился в семинаре, ребята побежали смотреть, приехал патриарх Гусицкой церкви из Чехии. Только мне сказали так. Пойдем посмотрим. Приехала патриарх Гусицкой церкви. Вы знаете, сейчас это очень модно стало. Там у англиканей и прочей, епископовщики у них, и мужчин, и женщин. А говорят, почему женщину дискриминируют? Да не дискриминация, это женщина, а спасение ее. Ну, давайте на женщину все навалим. Ну, давайте все навалим. Давайте вместо лошади запрягать, начнем еще в теле в ее. Без бензина будет бегать. Как хорошо. Бетонный блок на нее возить. Ну, это же милое дело. Ну, это же милое дело. Раньше в церквах не было священников и женщин. Не было даже псаломчиков, охранников и женщин. Это не дискриминация. Ну, мы просто не понимаем сейчас в жизни. Что такое женщина? Это же... Ну, она... Вот, вся девочка, она уже нянька. Кто из стариков помнит? Я помню старики. У них было такое слово няня. Няня называли других. Кого называли нянькой? Старую сестру. Там, по-моему, немного отойдя с тетку. Она уже нянчится. Она еще ребенок, она уже нянчится. На нее уже ответственность. Только она подросла, церковь венчается 15 лет. Ее замуж. Что такое замуж? Мы сейчас это не понимаем, как было тогда. И, значит, быть беременной, во-первых, сразу. Или почти. Во-вторых, потом ребенка родить. И на груди он висит. Год три на груди отвисел. Беременеть второй раз. Например, следующий. Это материнство, непрекращающее материнство. Мы сейчас не видим. Сейчас женщины избегают этого высокого служения. И поэтому погибают. И физически погибают. И физически погибают тоже. Вот, например, женские ежемесячные циклы, которые вымывают организм. Из которых столько миомов, фибром, чего угодно. Их же не может быть столько. Их не бывает столько. Их не должно столько быть. Если мы рожали бы, не было этих циклов столько-то. Этого насильно на организм не существовало бы. Женщины убивают себя. И противоестественного образа жизни. Вот. И еще на женщину навали, если она будет и рождать, все еще и священником построить. А что ты об мушке делать будешь? Просто лежать на диване круглосуточно. До пролежней. Поэтому у женщин свое служение. У мужчин свое. И это нужно выразить. Это нужно учить с детства. И учить не только словами. А учить всем образом жизни. Христос 40 дней. Зачем являлся учеником открывать царство, тайну царства? Уже ничего не говорил о тайнах. Казалось бы, он не говорил. Он делал. Он делом показывал. Лучше делом воспитывать детей. И себя. И кого мы должны воспитывать. Поэтому дочку, внучку, с детства одевая в женское, даже когда вот эти ползуночки, ну и розовые, внученку синенькие какие-нибудь, голубинки, мы уже сразу эту разницу кладем. И в воспитании должна быть разница. И во всем. Как отец друг мне поставлял. Он не играл так с моей сестрой. Ей не надо. Это таких игр было. А мне нужна была такая игра. Вот. Что очень важно. Поэтому и одежда должна подчеркивать пол. Подчеркивать пол. А вот какая форма. Вы знаете, из всех разных странах по-разному. Если, например, сейчас вот взять и оправославить всю Гренландию. Сийский мост стал завтра православными. Они вымерзнут, если будут носить те штаны женщины, которые там носят. И одновременно, я думаю, это очень мужская одежда. Юбочка из лубкового дерева. Для полинезийцев или каким-нибудь африканцев. Важно. Но у них тоже есть мужское и женское. У них татуировки полинезийцев. Очень мужские есть и женские татуировки. Это во всех народах, во всех культурах. Пол резко подчеркивается. Вот нужно так одеваться. Образ жизни вести. Такую профессию выбирать. И так далее. Чтобы осуществить талант пола. Осуществить. Я думаю, никому не скажу ничего нового. И никакого секрета не открою. Я скажу, что мне, в моем священнице служить, многие батюшки тоже с каждого сталкивались, убеждены многократно, когда, например, многие молодые женщины, даже если одеваются очень по-женски, например, но за зомбиным духом времени стараются обужичиться образом жизни. Ну, во главе у глаз ставьте, во-первых, карьеру, образование. С каждого 30-ти годов у нее два высших, она уже там какой-то значимый должность занимает. Но при этом ее стороной обходят мужики. Обходят стороной. Слишком деловая. Слишком от нее мужиком подпахивает. Но не все же извращенцы. Кто-то хочет жизнь связать с женщиной, с мужчиной. И как следствие будет, мы ее обходят стороной. И вот мне много раз приходят, когда люди приезжают, там все говорят, например, «Малечка, вот все в жизни как бы есть, а главного все-таки нет, любви нет, меня обегают, я что-то главное нам неправильно делаю». Главное неправильно делаю, моя родная. Одежда, может, очень женственная. Образ жизни, образ жизни очень мужской, она стала главным тяглом. Она мужским образом же живет. Поэтому я думаю, что это очень важный вопрос, вы сказали. И одежда, но и образ жизни все должно формировать. Даже волосы. Вот почему в Мордовии земля монастырей и лагерей, да? Здесь много женских лагерей. Почему обязательно в женских лагерях требуют, чтобы в женских лагерях женщины носили головной убор, косынку? Зачем им надо это вот? Ну, пилот какую-нибудь придумали, ну, беретку. Почему именно косынку жестко требуется? Потому что это сразу делает человек другим. Другим. Как, например, любая одежда. Вот я дома, в семье, одеваю подрясник, мне дети еще, маленькие говорят, пап, ты другой, какое делаешь, даже в характере. У тебя слова другие. И я другой. Я на себя ловлю на этом. Это уже настраивает уже эти. А как же? Ответственность настраивает. Так и здесь. Тут главное все-таки не в форме одежды. А сам факт одеваться так, выбирать профессию такую, привычки себе нарабатывать, хобби выбирать такое, чтобы это выражало женское начало женщины. Мужчинам мужское начало. Вот тут главное. Не в букве смысл, не в форме одежды, а в том, к чему это ведет. Вот то, что делает женщину женственной, это должно быть. То, что делает мужчину мужественным, вот это и должно быть. О мужчинах. В Шотландии, вы знаете, национальная одежда, килт, мужская это юбка, кричит, да? Там это признак очень большой мужественности. Королевская гвардия в Лондоне, шотландская, они в килтах, в юбках. И очень серьезное отношение к этому. Очень серьезное. Но вот это признак мужественности для шотландцев. Это признак мужественности. У них эта юбка, по ней можно, кто знает, сразу сказать, из какого рода человека, с какой местности, цианаря от его других качеств, можно сказать, там цвет, полосы, имеет значение. То есть, у них это юбка, но для них это признак мужественности. Значит, раз это так, это помогает быть мужественным, значит, не надо. При этом, я бы хотел сказать, может, сегодня даже, вот не форма, даже о внешней форме, я вот хочу сказать, например, вот о мужчинах. Одежду утерянные правосланами не считается нужным. На Руси все носили паранжу, когда православие было очень серьезным. Вы, наверное, знаете, да? И женщины, и мужчины носили паранжу. Мужская паранжа, естественная, вот она. Борода. Причем старались, считалось, как старобряться. Они сохранили традицию, ну, не равнять больно бороду-то. Пускай, пускай им растет. Зачем? А как зачем? Ну, мы мужики все знаем. Про нас даже легенды говорят, что мужик должен самцом быть, у него должна быть не одна самка по жизни. Вот она чувствует, что он устоялся. А на самом деле, да это на самом деле ложь, грех. А вот я молодой, у меня не было этих лохматиков-то. На меня она и посмотрела, моя. А женились. Теперь я к какой-нибудь подойду. Она скажет, куда ты, старпер? Групп тебя плачет. О чем ты? Как я сказал, уже в этой земле араб сказал моей жене, он старый, страшный. Зачем тебе он? Она говорит, ну, продай ты мне, что она мучается с тобой-то? Вот и прекрасно. Ценная вещь. Я когда передел, когда смотрю, у меня подашни, думаю, вот и хорошо. Милое дело. Как кто-то, может, подмегнул бы, который, думает, ну, и она в морг пойдет тоже, а бльется. Ну, что человек напрасно, бливаться-то будет везде. Ни к чему. Милое дело, паранжа. А у женщин, знаете, какая была паранжа в средневековой Руси? Нет. Косметика. Белилами покрывалось все, полностью. Румянцами щеки. Красилось все. Только белки из очеглаза были естественными. Это не воспринималось, как сейчас. Это закрывали лицо. Это форма паранжи была. Рукава у мужчин и женщин помните какие были? Корону откуда пошли эти вот наши кокошники женские? этот платок вот так. И вот так платок еще. Хиджаб православный. А потом они же стали вышивать, украшать, увеличивать. Ну, вот и... длинная рукава у мужчин и женщин. На какие картинки видели картину рукавами женщин и мужчин на Руси, православной Руси, когда он воспринимался? У православных не бывает эта вещь. Мужчина православный носит рубашку под брюки, чтобы быть чем-то мужское начало, чтобы видеть, что у меня там что-то есть. Я картофельну ставил туда. Только спутал. Надо было спидеть, я сзади. А мне потом разбегаются. А на самом деле Лева Толстого видели? Графт? Пашт. Его снимали уже на кематуре. До... до колена рубашка. Первый приход, на который я служил, служил. Это в Мариинской республике. Ну, относительно далеко, да? И там один дед старый, Андрей, при этом я в комиссии тогда был. Есть такой, и сейчас есть. Тогда был более живой. Явлени. И он сказал такую вещь, говорит, говорит, мое детство прошло у подола моего деда. Дед бывалый идет в церковь, и я с подолом держусь, иду. У его деда не было священника? С какой подолом держался? За простой рубашки, мужской. Она была на колену, и он подол. Когда сейчас одевают джински в обтяжку при нижней талии, чего показывают мужики? Волосатый, плохо пахнущий. Кого пугать? Зачем? Ну, это признак, о чем будет? Откуда мода идет в Запад? Какие дома эта мода диктует? Афицы, не скрываемые, гомосексуалисты. Зачем копировать это? Зачем становиться человеком без пола? Кто это будет циклопом? Одессия говорит, никто. Зачем быть никто, когда может быть кем-то? Поэтому, мне кажется, могут и брюки быть вот таким вот для мужчин, не мужскими. Так же, как и юбка может для мужчин быть очень мужской. Не в форме, в сути. В сути. Почему на Руси была косоворотка? Почему так не носили прямо? Почему на боку-то было это? Для какой цели-то делали? Не для какой. Просто так было удобно. У себя борода была. Мешает, борд разбивает, густые порой. Застегнешь плохо. Забух. Вот, сбух раз. От поражей мужской диктовался. И так, во всяком деле. Главное, чтобы одежда выражала сущность пола и помогала осуществить этот талант. Осуществить талант и одежда, как и все остальное. Я, например, глубоко убежден, что женщины должны выглядеть красиво. Если у которых нет внешней красоты, ее наводить. И посредством косметики, например. Потому что мужчины любят глазами. Ну, вот такой факт. От него не гладится. Если ты не замужем, тебе нужно быть такой, чтобы тебя многие видели. Но тебе нужно здесь много выбрать. только одного. И потом одеваться, краситься, мазаться, не мазаться так, как ему нравится. Чтобы он видел только тебя и замирал сразу тебе. Я прошу прощения на то, что я сейчас скажу. Прошу прощения. Но я скажу. У меня жена дома одевается так, как люди ходят на праздниках людям. Только для меня. Я это очень ценю. я понял, дело для меня. И я многие привычки свои изменил ради нее и во внешность своей. Вот я сегодня один без нее, то есть я обувку одел, которая мне удобна и так далее. Валенки упруги, идущие в ногу, друг к другу присматривающиеся, прислушивающиеся, старающие угодить друг другу. Не о себе каждому, а о другом. Вот это надо, так и должно быть. Поэтому не замуж для того, чтобы все увидели, и чтобы всех увидеть и выбрать единственного. А замужный только для мужа. Я вам расскажу один факт. Сейчас точку поставлю про женскую одежду. Точку поставлю. Приехала одна девушка, она замужем. Детейщик не было, женились, ну, может, год два, детей даже нет. Ну, вот так вот. Ну, ей 24, вот так приблизительно. И говорит, батюшка, я что приехала, с вами посоветоваться, меня муж изводит в кровь. Он меня загрыз, заел, и его съедает ревность. У меня ревнует к столбу, к кусту, к птуку, к кошке. Говорит, у меня терпения никакого нет. Ну, я не знаю, что делать, я просто, я в отчаянии. Говорит, знаете, что батюшка еще говорит, самое главное, говорит, мне что обидно, если бы я бы даже в мыслях имела желание изменять ему, говорит, я бы терпела. Ну, у меня не только в дело, у меня мысли такое никогда не вводят. Я его люблю, у меня единственное, мне не надо никого больше кроме него. Ну, почему меня так унижают? Мне это очень больно, мне это очень больно. Я не знаю, что делать. Вот, и вот так сказал. Ну, если уж, из-за этого, когда с глупости приехал издалека, значит, допекло, уж это уж крепко, допекло. А него уже год, вот он два года жил, значит, крепко, допекло, час, значит, это. Я ей скажу, скажи, доченька, ты кем работаешь? Я повар, она поваром работала. Как ты работаешь? Говорит, у меня пять дней рабочих, два выходных. Вот у него так там, какое-то заведение такое, не знаю почему. Я говорю, как ты одеваешься, ходишь, вот ты на работу, ты устроишь, что ты начинаешь делать? Он говорит, ну, умываешься, а потом, макияж, ну, как? Я же в людях идут, ну, ресницы, ну, брови, ну, как? Все нормальные. Говорит, а потом, одеваешь фуфайку, он говорит, какую еще фуфайку? Что еще фуфайку? Мальчик, еще скажи, калошу. Я говорю, ну, я в городе живу, неприлично. У нас там кто-нибудь, одевай туфли приличные, там, за ножки, по погоде, по времени, прилично одеваюсь. Так-так. Ладно. А вот выходной у тебя, выходной. Как ты одеваешься? Говорит, выходной? Какой выходной? Ну, когда ты дома, никуда не идете, мужик, как одеваешься? Говорит, ну, как все? Не надо, как все. Скажи конкретно, что, ну, ты встала, значит, ушки там, халат сверху, на чужку, по ней же бывает такое-то? Ну, бывает. Макияж. Он говорит, для чего, зачем, я же куда-нибудь иду. Прическует, ну, заколол, да и ладно. Как получилось? Значит, для чужих ты идешь, одеваешься, для родного мужа как получится. Я на его месте тоже ревновал. Я обижался бы на тебя, что, значит, мое мнение на тебя меньше, чем мнение на тебя, кто там тебя смотрит. Я бы обижался, говорит. Моя жаль, если такого не позволяет. Никуда говорит, что делать? Говорит, а ты насколько прост, он говорит, ты же приехал сдалека, вот ты знаешь такое священческое голосовение? Говорит, да. Вот я тебя как голосовлю будешь делать? Буду. Ну, тебе так голосовение такое. Теперь, суббота, воскресенье, вставай утром, наводи макияж, надевай праздничное платье и иди завтрак готовить. Даже никуда не идете. И так далее. Ну, на работу ходи, если фуфайки нет, ну, что-то близко к фуфайке, к калошам, если нет. Ну, ну, макияж не накладный, ничего так. Говорит, батюшка, вы шутите? Говорит, нет, я серьезно. Беру крест, голосовение, вот было с вами в церкви, а голосовение так поступать. До тех пор, пока Бог не даст знак, что можно по-другому. Говорит, говорит, матюшка, и я Бога боюсь. Я не смогу, потому что голосовение, ну, как мне так жить? Ну, попробуй. Я же тебе говорю всю жизнь. Ну, попробуй, Маник. Ну, не в Мокату будешь, приедешь. Снимите голосовение. Ну, попробуй. Она уехала. Я ее не увидел после этого. То есть, мне не пора говорить. Я увидел ее, но не скоро. Совсем по-другому вопросу она приезжала. Ну, например, месяц через четыре приехала. Не помню сейчас, боюсь наврать. Только через месяц где-то, неделю через три, после ее уезда, приезда уезда, я помню факт. Я иду в церковь. Было воскресенье, как сейчас помню. Я иду в центральную мору, там в церковь заходить. Ну, народ, исполоники, ну, где будет. Я иду. Какой-то мужчина, лет 25, прыгает на меня, на сколько, сискает меня, трясет мне руку, обнимает, говорит, спасибо, спасибо, батюшка, спасибо, спасибо. Говорит, вы так-то много для меня сделали. Я тебе что-то не помню снова, что-то я тебе сделал, нет, что-то я спутал с кем-то. Говорит, нет, ну, как же, моя жена была здесь, вы ее научили, у мразовую. Говорит, да тут много же отчетов бывает. Я всех не думаю, нет, что-то пусто. Говорит, батюшка, она вот, и начинает рассказывать. Она считает, что я ее несправедливо ревную. Она вот, она для меня, вот на чушке, вот так, а тут на работу, вот так. А я, ну, три недели, четыре, выходные дни, как принцесса. Для меня, для меня, для одного меня. У моей матери, свекрови, она, я недолюблен, не говорила, но я слышал, а эта, пришла в восторг, снахат, как у нас правильнее. И свекрови, она выдала оценку, выше всех оценок мира. Говорит, я мужу, когда говорит, она сказала, она говорит, это неправда, ты врешь. Я с ними на ящик коньяка поставил, батюшка, они мне ящик коньяка поставили, я выиграл. Я ей два раза с работы приводил, я два раза выиграл. А на работу идет, простенько, без макияжа, никогда. Говорит, ой, батюшка, ты не поверишь, я ей цветы тебе дарю, я всем при нем говорю, я ей нарадуюсь, какая на меня умница. Вот видите, как интересно. Вот и макияж, вот и какие другие вещи, как она украшает себя, для мужа, а не для, ничего не значит, ее толпы. Это очень важно. Поэтому, вот по всем примеркам сказать, поэтому, есть святых отцов прекрасные слова. Как бы не великий был добродетель любви, смирения, послушания, но без рассуждения может быть погибельным всем. Главный добродетель рассуждения. рассуждения. И вот в данном случае с рассуждением главная сего одежды, и не только шире, это женщинам подчеркнуть максимальный талант своей женственности, через это увидеть, что делать, какой быть. А мужчине талант мужской себе подчеркнуть максимально. Максимально. Во всем. Вот мы, папа, народ несчастный, нам очень сложно на мужской талант подчеркивать. Под подолом не видно, он длинный. Вот. У нас есть возможность за то, когда нет женщин. Мы можем себя из безобразия до последнего этими странными порослями на лице и стать мужчинами настоящими. Ну, среди нас есть, конечно, кто батюшек прилично, батюшек у нас ровненько, подровненько, аккуратненько. Если мне жена скажет, подровненько, ну, придется, наверное. А так-то вот. Поэтому, и мужчинам, и даже священникам можно быть оказываться мужчинами. Даже когда через лысину хвост и подол, борода все равно даст возможность прорваться в первые ряды. Вот это хотел сказать. Поэтому, опять оговорюсь, вот как, о чем мы говорили. Главное не буква, главный дух, содержание, слова Писания. Бог убивает, дух заво творит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова